Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светланой Короненко. Светлана Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! С января вступил в силу федеральный закон, по которому пенсионный возраст постепенно начинает повышаться. В итоге через несколько лет россияне смогут обратиться за страховой пенсией мужчины в 65, женщины в 60. А что северяне, что для нас изменилось? Для северян льгота, которая была до 1 января 2019 года и действует она сегодня, она не изменилась. То есть мы выходим на 5 лет раньше, граждане, которые выработали достаточное количество лет на севере, они выходят на 5 лет раньше, чем все граждане Российской Федерации. С учетом, естественно, поэтапного плавного перехода. То есть если там в следующем году люди будут выходить со сдвижкой на полгода, так же у нас точно привычная наша женщина в 50 у нас всегда выходила, если она отработала 15 лет, мужчина в 55. Сейчас со сдвижкой на полгода, то есть в 50,5 лет женщина, в 55,5 будет выходить мужчина. Но получается ведь в этом году сдвинули на год, а почему на полгода раньше? Да, в законе действительно прописан плавный переход. У нас, как я говорила, полное увеличение на 5 лет и постепенное плавное повышение. В 2019 году на 12 месяцев, в 2020 году на 24 месяца, далее на 36 месяцев, ну и так далее. В течение 5 лет мы полностью должны будем перейти. Так вот, по предложению президента, первые два года для того, чтобы действительно сгладить вот эту вот эмоциональную составляющую, люди, может быть, многие не готовы были, постепенно как раз и привыкнут. Те, кто будут выходить в 2019 и в 2020 году, для них установленный законом размер сдвижки уменьшается на 6 месяцев. Поэтому в 2019 году люди будут выходить, наши северяне, женщина в 50,5 лет, а уже в 2020 году она пойдет в 51,5 год. То есть постепенно у нас идет повышение. Повышение пенсионного возраста касается страховых и социальных пенсий. Напомните, пожалуйста, чем они отличаются? Касается пенсий по старости. У нас действительно есть страховые пенсии по старости и есть социальные пенсии по старости. Они отличаются процедурой зарабатывания права, я бы так сказала. Страховая пенсия — это пенсия, которая платится в связи с тем, что человек выработал необходимый страховой стаж, у него есть достаточное количество баллов, то есть работодатель за него перечислял достаточное количество страховых взносов, страховка. Это страховой случай, страховая пенсия по старости. А социальная пенсия по старости, она назначается по социальным основаниям. То есть там у человека может быть полное отсутствие страхового стажа, как он вообще никогда не работал. Либо, возможно, работал, но не выработал необходимое количество либо лет, либо баллов. И тогда назначается социальная пенсия по старости. Она и до 2019 года, и в настоящее время назначается на 5 лет позже, чем обычная пенсия по старости. Если на Севере в 50 лет выходила женщина на пенсию, то социальная пенсия по старости женщина назначала в 55 лет. Соответственно, общий возраст у нас постепенно возрастает на 5 лет, и социальная пенсия от того возраста, который был ранее установлен, он также увеличивается на 5 лет. То есть в итоге социальная пенсия по старости женщинам будет назначаться в 65 лет, мужчинам в 70 в целом по Российской Федерации. Наши магаданцы в 60 и 65 лет, соответственно, будут получать это право. Вот еще одна категория граждан — это педагогические и медработники. Во сколько они смогут выйти на пенсию? У педагогических, медицинских, у них пенсия назначается вне зависимости, как раз тут вне зависимости от возраста, а она зависит от выработки специального стажа. Там в разрезе категории от 15 до 30 лет требуется выработка для того, чтобы человек вышел. И независимо в каком возрасте, и независимо от пола. У педагогов, например, необходимо отработать 25 лет в профессии для того, чтобы приобрести такое право. У них тоже пойдет поэтапная, но, наверное, не совсем корректная формулировка, откладывание права, я бы вот так сказала. То есть, если у обычных граждан через полгода в 2019 году после наступления возраста, у педагогического работника через полгода после того, как он выработает необходимый вот этот стаж. Ну, то есть, к тому времени, как на 5 лет увеличится пенсия, вот как это будет с педагогами и медработниками? Ровно так же, как и у тех, у кого по возрасту. Вот рассмотрим пример. Обычная женщина в обычной профессии отработала 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеет необходимый страховой стаж, и в январе месяце ей исполняется 50 лет. Она к нам приходит, подает заявление, а мы ей говорим, право по действующему закону через 6 месяцев. И мы у нее примем это заявление только в июле 2019 года. Если это педагог, неважно, какой у него возраст. Например, в марте месяце человеку, он отработал все свои 25 лет в профессии, работа с детьми, он точно так же к нам придет и скажет, вот я уже отработал. А ему скажут, да, право вы уже свое заработали, но назначить сегодня мы вам не сможем. Полгода точно так же откладывается право, как и те люди, которые по возрасту. В 2020 году будет обращение, будет выработанное право. Там сдвижка на полтора года. То есть, соответственно, точно так же будет отложенное право. В этом году на 6 месяцев, в 2020 году на полтора и далее. Так же точно, как написано в законе. Как для возраста, так и для людей в творческих профессиях или педагогических. Только здесь по возрасту у нас достижение возраста, стартовый расчет. А у педагогов, медиков и творческих работников это выработка специального стажа. Позже, через несколько лет, когда уже полностью мы перейдем, на 5 лет позже будут все выходить. А точно так же у них будет 5 лет плюсом. То есть, 25 лет отработали. Да, и через 5 лет мы будем выйти. Только могут обратиться. Да, да, реализовать право свое, да. Мы еще говорили о гражданах, которых с этого года произошли изменения пенсионного возраста. Но, как уже неоднократно звучало, большой категории людей изменения не коснулись, например, женщин-северянок с двумя детьми и более. Во сколько они смогут выйти на пенсию? Так же точно, как до 1 января 2019 года, право на пенсию у наших северянок, у которых есть двое детишек, оно возникало в 50 лет и будет точно так же возникать в 50 лет, при условии, что они отработали 12 календарных лет на Севере. И у них есть полный страховой стаж, 20 лет для женщины. Все остается для них без изменений. К счастью, эта категория в прежних условиях своих остается. А что касается мужчин, могут ли мужчины, которые одни воспитывают двух детей? С законом предусмотрено исключительно это право для женщин. При этом хочу обратить внимание не только родивших двоих детей, но, может быть, и усыновивших двоих детей и более. У них право сохраняется. Здесь действительно по половому признаку. Особенности разные. Родившие, воспитавшие или все-таки отец, который остался с детьми вдруг. Крайне редкая история мужчины, которые остаются с двумя детьми. К счастью, крайне редкая. Льгота в законе только для женщин. В январе у пенсионеров выросли страховые пенсии. А насколько они увеличились у магаданцев? Индексация прошла на 7,05%. Как обозначено в законе, так ровно мы эту задачу выполнили. Пенсии уже выплачиваются в новом размере. Но сумма добавки у каждого индивидуальна. Поскольку в процентах, то, соответственно, она зависит, добавка, от того размера, который человек получал в декабре. Если у него была пенсия 20 тысяч, у него добавка 1400 рублей. Если получает, например, 30 тысяч, то это уже 2100 с лишним. Если говорить о средних размерах, то у нас в Магаданской области средняя добавка составила 1500. Но еще раз повторю, это для каждого конкретного человека ни о чем не говорит. Потому что добавка, расчет размера, зависит от фактически получаемой пенсии к началу индексации. А ощутят ли добавку те, кто получают пенсию ниже прожиточного минимума? Все зависит от того, получают ли они при этом региональную социальную доплату. А законодательством предусмотрена доплата до прожиточного минимума. И если человек эту доплату получает, то, скорее всего, он не почувствует. А есть люди, которые не обращаются за региональной социальной доплатой. Это раз. И есть люди, которые работали и только прекратили, например, работать. И у них, может быть, был невысокий размер действительно страховой пенсии. У этих, конечно, пойдет обычное увеличение. Даже если у него пенсия была страховая установлена в размере 10 тысяч рублей. Он ее почувствует в виде 700 рублей. Но если есть региональная социальная доплата, то тогда наша страховая пенсия увеличивается на размер индексации. А сумма доплаты уменьшается на этот же размер. Поэтому, скорее всего, не почувствует. Повторюсь, зависит от того, является ли человек получателем региональной социальной доплаты. Где ее получают, кто выплачивает? Региональную доплату выплачивают органы социальной защиты населения. Это не мы. Мы предоставляем информацию после индексации, после расчета размера, любого после перерасчета. Ежемесячно мы делаем выгрузки из наших баз данных и передаем социальной поддержке, которая направляет потом в социальные центры эту информацию. И устанавливается доплата на основании заявления человека. То есть даже располагая информацией, что размер недостаточно большой, региональную доплату устанавливать не будут, пока человек не обратится с заявлением. А где вообще можно узнать информацию о повышении пенсии? Куда обращаться люди? У нас достаточно много мест. Прежде всего, конечно, это наши клиентские службы, если человек придет пешком. Можно узнать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Мы об этом много рассказываем. Вот этот путь самый простой, самый удобный. Даже звонить никуда не нужно. Открыл интернет, зашел в личный кабинет. Но для этого нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Идентификацию получить нужно. И чтобы персональную информацию получать, нужно еще и подпись определенную иметь. То есть один раз определенную процедуру нужно пройти человеку. Ну, через МФЦ, правда, мы не даем. Но вот у нас сейчас интересно разрабатывается новая технология взаимодействия с населением. И уже эксплуатируют эту технологию некоторые организации. Мы сейчас тоже внедряем. Это предоставление персональной информации по телефону на основании кодового слова, которое мы зафиксируем в наших базах данных. Очень хороший вопрос. Как раз немножечко о нем поговорим. Для того, чтобы мы человеку предоставили информацию, мы уже должны до этого с ним пообщаться на эту тему. Он нам должен оставить заявление, что я хочу получать персональную информацию по телефону. И он нам оставляет кодовое слово какое-то, которое в наших базах данных фиксируется. Мы сейчас начали работу с работодателями, для того, чтобы люди, может быть, не ходили пешком к нам в клиентские службы за предоставлением вот этой информации для нас, а все-таки через работодателя заявление подали. Ну, если они хотят через работодателя, можно прийти в клиентскую службу это сделать целевым способом. То есть любую информацию они смогут получить? Любую, которая располагает пенсионный фонд. О размере пенсии, о размере индексации, об удержаниях, о доплатах, о выплатах. Любую, которую мы сейчас по телефону пока не предоставляем. Только-только начинаем это делать. Светлана Александровна, спасибо вам большое за беседу. Напомню, мы разговаривали с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Короненко. Светлана Александровна, до свидания. Всего доброго.